Сучка меня запалиться хватило Буэнос-Айрес! Сегодня хочу с вами поделиться одним интересным проектом, который мы делали с Вадимом лет 6 или даже 7 назад Я вам про него рассказывал, это огромная система с манграми, да, с соленой, солоноватой водой, с пресной Ну и вот захотел с вами поделиться всякими такими ништяками Вот так все это выглядит, то есть тут вот этот отсек, а, ну да, с размеров, наверное, надо начать по длинной стенке, он 4 метра Вот эта лицевая стенка, она что-то там по 3 метра где-то, и тут такая вот еще пристройка То есть он не прямоугольный, а как бы трапециевидный получается И тут отсеки, соответственно, солоноватые, там примерно 15 промилле Тут морской отсек, тут 35, и есть еще пресный, вот тут Там, соответственно, пресная вода Ну, в пресном организована прям такая гидропоника по типу ДВЦ То есть там субстрат и распылитель с воздухом, и все это дело плавает в питательном растворе Вот, в море тут интересная фишка с приливом-отливом Сейчас я это все постараюсь показать, да, включу в мануальном режиме этот прилив Как я включил, вроде забулькало То есть это такая система, что два раза в сутки вода до половины из аквариума сливается Да, для того, чтобы корни могли подышать Но это такая имитация биотопа, да, некоторая для мангров Вода наполовину сливается потихонечку, и потом потихонечку набирается То есть вот половина объема, тут объем всей системы, наверное, тонны 3, ну, наверное, около того Половина этой воды сливается Вот сейчас видно, я просто полностью кран открыл, и видно, как быстро уходит Там, в общем-то, довольно простая организация вот этого отлива-прилива без всяких компьютеров Там стоит реле времени с посекундным управлением И на сливе с шахты, то есть там не совсем обычный слив, да, ни Херби, ни Дюрсо, к которому мы привыкли Он немного модифицирован, то есть там отдельно слив для низкого уровня воды, отдельно слив для верхнего уровня воды И на одном из сливов стоит шаровый кран, там 50-я труба стоит, шаровый кран с электроприводом Который может открываться по чуть-чуть И вот, соответственно, эта релюха, которая управляет краном, она по таймеру включает, да, у него там встроенный таймер Она по таймеру на одну секунду дает ток на кран, он чуть-чуть приоткрывается, то есть вода сильнее уходит И потом еще чуть-чуть приоткрывается, еще, 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 до тех пор, пока он полностью не откроется, вода не упадет Вот, и, соответственно, закрывается он так же, он чуть-чуть закрывается, там буквально одна или полсекунды даже идет ток Он прикрылся, вода стала хуже уходить, и он набирается, да, до тех пор, пока полностью этот шаровый кран не закроется И вода не пойдет по второму контуру перелива, как бы, то есть именно вот по переливу, который для верхнего уровня То есть, грубо говоря, тут и на пресные, и на солоноватые объемы есть по две системы переливов Одна для низкого уровня, другая для высокого Что касается самого морского аквариума, тут с натяжкой его можно назвать морским аквариумом То есть я вот 6 лет бьюсь, и не получается сделать, да, ну, более-менее какой-то, более-менее риф То есть вот тут из мягкоты что-то выживает, ну, какие-то дискосомки сидят Ну, рыбы, да, рыбам по барабану, они, в общем-то, живут им пофигу Дело в том, что не удается обеспечить оптимальные условия и для рыбы, и для роста растений одновременно То есть мне, чтобы гнать растения, мне нужно добавлять удобрения И все вот эти беспозвоночные морские, они к удобрениям относятся очень грустно Соответственно, если я вывожу воду на параметры, да, на требования необходимые для морских вот гадов всех этих То у меня манграм нечего жрать По большому счету и в природе не встречается... Сейчас переверну камеру По большому счету в природе не встречается такого, что вот у тебя море, там растут кораллы, плавают рыбки, тоже растут мангры Я был во многих местах, да, где растут мангры Это и Азия, и Африка, и Америка, и я нигде не видел там... А, Индия еще, да, ну то есть Я нигде не видел, чтобы вот у тебя идеальное море, там плавают коралловые рыбки и одновременно растут мангры Они растут не совсем в море, то есть считается, что можно их в соленой воде выращивать Но вот у меня тут практика показывает, что 35 для них все-таки очень много В солоновато они растут намного лучше В двух словах, как они растут вообще, эти самые мангры То есть вот где место, эстуария реки, где река впадает в море А река это обычно там с гор стекает или еще откуда-то Вот там, в этом месте скапливается какое-то количество ила, грязи, вот с этой, да, с реки И вода там пресная, по большому счету А солоновато она становится за счет того, что какая-то часть воды заходит из моря туда во время прилива Соленость увеличивается Но я с эреометром бегал, последний раз вот мы ездили на Тейшелы Там очень много мангров, у меня будет отдельная кинушка про это И я бегал с эреометром 15, 18, ну то есть 20, как, да, где мерить Но нигде нет 35 в местах, где растут мангры Они выдерживают 35, но они там не растут Вот поэтому такая, ну, дилемма получается, да И, как это, и рыбку съесть, и на елку залезть тут не получается, к сожалению Ну вот уже почти половина воды слилось, да, это при открытом кране А так весь отлив занимает по времени, может быть, там, 2 часа То есть он потихоньку сливается и потихоньку набирается Сейчас отсюда покажу, что тут можно увидеть Ну вот там, видать, корешки То есть тут аквариум сам по себе широкий Он примерно метр в ширину И сделан вот такой вот уклон, камнями выложен Да, что часть воды остается, там остается сантиметров 25, наверное И еще 25 сливаются Но и корни оголяются, получается На сушу Кого-то заинтересовало, вот так выглядит рылюха Которая управляет, вот у меня и на море, и на солоноватой Стоят такие рылюшки, и они управляют кранами Вот это вся система жизнеобеспечения Но подробно показывать я не буду, потому что у меня тут Израиль происходит У меня тут еще и климат-контроль для растений Когда приберусь, тогда и покажу Вот, и к этой же системе подключена вот такая баночка Ну, тоже с неприхотливыми гадами Самыми тут вот горгонария, эоплексаура Сидит какой-то вот грустный аэротрон Тоже долгожитель, он ему уже, блин, наверное, 5 или 6 лет Он в этом аквариуме юдится Такой очаровательный зверь Да, стелусы он какие-то плавают Ну, то есть так, без какого-то там супер-пупер модного Тут еще на свободном выпасе живет такой вот замечательный зверек Это Филизума мадоскоренензис Ведет себя прям как домашний питомец То есть она ходит по квартире прям То есть не сидит только на манграх И ей уже лет, наверное, 6 или 7 То есть такая долгожительница Сейчас попробуем ее угостить У меня тут сверчки есть Сучка меня запалиться хватило Сейчас я еще одного едам На Молодец Из растих вот есть в пресном сидит терминали Я точно видовое название не скажу Потому что семечко досталось так с улицы Да, но точно терминали Это огромное просто, просто гигантское дерево Я видел в Азии вырастает размером Ну, вот как у нас дубы вырастают гигантские Такие же эти Вот ей, наверное, года 4 И вон какой у нее жирный прям ствол Вот Из такой тоже интересности Ну, жиденько себя чувствует Но все же, вот есть Барингтония азиатика Такая вот Прикольная растетка тоже И все терминали, и барингтония Они условно относятся к группе мангровых деревьев Ну, очень условно, но, в общем-таки, околоводные То есть я видел В Азии, во всяком случае Вот терминали может расти прямо в воде И барингтония тоже У нее семена путешествуют по морю То есть они растут вблизи моря У них эти семена вот такого размера гигантские Я вам покажу Да, покажу Вот такого у меня тут сухая семечка есть Не проклюнувшаяся Вот такого размера семена у нее Необычной формы Я два свеженьких привез в этом году Буду сажать И они плавают по морю То есть, соответственно, тоже соленость какую-то выдерживают Вот довольно неплохо тилансия себя чувствует Вот она растет И вот это То есть хорошо растет то, что Не требовательно к уровню влаги Высокому Потому что есть Как это фаленопсис, да, по-моему, называется Вот тут Но они жиденькие такие Я удивляюсь, блин Почему люди в комнатных условиях могут растить А у меня Такие они вот в таком жидком состоянии Вот Ну, такая у меня около сарай стеночка Пытаюсь тут Эпифиты растить Но Пока так себя Вот там форсунки Сверху Распыляющие По свету Тут ничего особенного Вот это строительные прожекторы И два вот таких фиолетовых Висит светильник Они вот по 300 Наверное Один сейчас В ремонт забрал Поэтому справляюсь одним Вот И тут на досветке стоят Матрицы вот такие Это Матрицы КРИ Вот Из В аквариуме светит Моднейший Пасифик Сан За какие-то бешеные деньги Кстати Кто вот морской аквариум делает Себе рекомендую Мне нравятся Хорошие светильники такие Она недорого Сейчас правда стоит Собак Я покупал еще Когда доллары были по 30 рублей Еще один момент Забыл вам показать Вы спросите Куда девается Серега Эти тонны воды Которые Сливаются Во время отлива Здесь По всем Вот этим 4 метрам Длины Установлены Емкости Куда эта вода Приходит Сливается Да И они одновременно Выполняют функцию Самп Отдельно для Солоноватого Отдельно для Моря Вот так это все Выглядит Сильно подробно Я не буду вам показывать Потому что у меня тут Израиль Скопился Некоторый И вот кстати Этот кран Шаровый С электроприводом Вот так выглядит Вот он То есть он На сливной трубе стоит В общем вот В общем Такая вот баночка Интересная Необычная Если есть какие-то вопросы Что-то интересное Пишите Или я вообще Более подробный видос сниму Да Если интересна эта тема По питательным профилям Да Я приготавливаю Для мангров И листовое удобрение И вношу воду Для гидропоники Тоже у меня питательный профиль есть То есть Если такие вот подробности Интересуют То Пишите Я расскажу Вот Если видос вам понравился Как обычно Жмите лайк Оно мне надо Это поднимает там рейтинги Вся фигня Вот это Ну и что Увидимся в новых видосах Тогда Сейчас покажу еще Там каких-нибудь зверей Вам Как все это Да До встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok